Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Садовый Гид и я, ваша Лариса Зарубина. Сегодня я хочу с вами поговорить про газон. Тему мы уже анонсировали, вы у меня написали, что нужен про газон, так что я с большим удовольствием выполняю. Итак, друзья мои, август месяц на дворе. И я сегодня затрону не только основные работы в августе месяце по газону, но, конечно же, и сентябрь, и дальше немножко даже в зимовку окунусь, чтобы уже вы точно знали, что какие мероприятия должны вы сделать. Итак, в августе месяц. Самое лучшее время для ремонта газона. Именно в августе месяце вы можете те проплешины, которые у вас за лето не заросли, те места, которые у вас посетил грибок или они у вас заболели, зачищать, лечить. Дальше по ролику расскажу, какие основные заболевания бывают и как лечить. И защищать, лечить и именно те места начинать подсеивать. В августе месяце температура дневная не такая уже высокая, солнечные лучи уже не такие жгучие, скажем так, и ночные температуры прохладные. Опять-таки же выпадают росы, и, соответственно, наш газон чувствует себя более комфортно. Трава, которую мы посеяли в августе месяце, всходит достаточно хорошо, быстро, эффективно. И самое главное, птицы в этот период времени, у них есть другие, скажем так, есть где взять питание. Если вы сеете газон весной, то птицы голодные. И они с удовольствием будут помогать вам прорастить этот газон. А осенью нет, то есть во второй половине лета у них и вредителей полно, и семечек различных. То есть ваш газон им, в общем-то, в большом счете не нужен. Поэтому птицы на семена эти не покушаются. Ну и, конечно же, самое главное, что в августе месяце уже начинают всё чаще и чаще идти дожди. Соответственно, повышенная влажность воздуха, и газон более качественно у нас прорастает. Так, это по посеву. Теперь какие травосмеси, потому что вопрос такой у меня сразу в комментариях. Когда анонсировал, сразу был вопрос, скажите, какие травосмеси самые такие актуальные. Друзья мои, любые травосмеси, они актуальны. Вопрос только в другом. Какой газон вам нужен? Если вам нужен, вот как у меня, у меня, можно сказать, это не газон, это лужайка. Лужайка, которая многофункциональная, на ней загораем, на ней играют дети, то есть мы по ней ходим, и ролики снимаем, топчемся. Поэтому она у меня всегда в ходу, эта лужайка. Я не очень-то, так скажу, яро выступаю, чтобы он был такой ровный, гладкий, и вообще к нему никто не подходил. Нет, если вам нужен газон как украшение, то есть партерный газон, тогда, конечно, выбирайте именно травяной состав для партерного газона. Если у вас тенистая сторона, тогда выбирайте газон, который в составе находится травы, которые предназначены именно для теневой зоны. Ну и, конечно, если у вас газон, на котором играют дети, ходят взрослые, загорают, вот как у меня, тогда выбирайте или же газон, который предназначен спортивный, или же газон, который предназначен, он еще называется газон для оленивых. Вот его тогда можно съесть. Эти газоны очень устойчивые и к вытаптыванию, и к полеганию, и уход за ним, ну, скажем так, небольшой. Это ботрава смеси. Так, теперь, что основные мероприятия, какие мы должны с вами сделать? Смотрите, сколько я инструментов вам здесь положила. Всё нам пригодится, представляете? Так, какие нам нужны будут с вами мероприятия именно по уходу за газоном? Про посев я вам сказала. Следующий момент. Мы с вами должны в августе месяце провести вычесывание газона. Эту процедуру мы с вами делаем весной и осенью. Ну, скажем так, не совсем осенью. Во второй половине августа уже можно приступать к вычесыванию. Для чего это нужно? Если у вас газон, особенно партерный газон, как правило, если газону, например, 3-4-5 лет, то всегда в газоне образуется войлок. Вот этот войлок мы должны вычесывать. Самый главный момент. Чем вычесывать? Это могут быть веерные грабли, это могут быть специальные инструменты, предназначенные для вычесывания, или могут быть обычные быть грабли. Но грабли не такие, как мы привыкли грабить, а они должны иметь круглые зуби. Вот такие, как у меня. Посмотрите. Они круглые зуби имеют. То есть они не будут выдирать траву с корнем. Они мягкие, нежные. Это как раз вот те самые грабли, лучшие грабли для вычесывания газона. И вычесывают они очень хорошо. Не надо выдирать с корнем и не надо сильно прижимать. Нужно только то, что вот отделяется, хорошо вот причесывается и на граблях остается. На граблях. Вот это нам в мусор мы и утилизируем. Или в компост. Все остальное оставляем так, как есть. Не надо сильно прямо-таки выдирать. Это первое мероприятие, что мы должны с вами сделать. Второе мероприятие. Очень важное. Аэрация. Особенно если у вас газон партерный. Вот партерный газон это самый трудоемкий и самый сложный в уходе. И самый, скажем так, красивый газон. Итак, виллы. Какие нам понадобятся виллы? Вот такие виллы с широкими зубьями нам не годятся. Эти виллы предназначены для копки. Для аэрации они нам не подойдут. Мы их откладываем в сторону. Будем с вами смородину сажать с ними. А вот эти виллы, которые считаются, как в народе их называют, для сена. Узкие, длинные зубья и острые. Вот такие виллы нам нужны. Вот именно ими мы будем делать аэрацию. Конечно, можно купить специальный инструмент для аэрации. Но, скажу так, что можно и обойтись в принципе и виллами. Смотрите, как прокалывать. На глубину 3-4 см. Вот так. По газону. Чем старше газон после вычесывания, тем больше нужно делать чаще аэрацию. Зачем это нужно? Дело в том, что когда газон старый, больше 3-4 лет, вот эта плотная подушка, которая образовывается, она не дает качественно поступать воздуха к корням. А корни без воздуха – это не корни. Поэтому вот благодаря аэрации мы туда даем доступ к корням. Делаем вот такие микроотверстии, которые помогают и питательным веществам туда заходить, и кислороду, и, конечно же, еще и воде. Поэтому вот такая процедура жизненно необходима для газона. Правда, есть еще один интересный аэратор, который придумал, ну, в народе придумали, народ нас изобретательный. Это дощечки, на которые набивают длинные гвозди, которые предназначены для строительства дома. Вот как бы не набрать, по-моему, 20-ка они называются. Ну, могу набрать. Вот их пробивает насквозь, делает сверху еще одно это, и получаются такие ходунки-сандалии. Одевают их, и как на лыжах-снеградках-ступах, идут по газону и делает арацию. Тоже, кстати, очень эффективно. Просто дешево и хорошо. Так, ну, с арацией вы все поняли. Если есть возможность, конечно, почаще колите. Если нет такой возможности, ну, хотя бы через каждые, там, 15-20 см, прокол вилами, сантиметра на 3-4 углубляйтесь. Если почва плотная, тогда, конечно, ну, лучше, наверное, и сандалии одеть. С этими большими гвоздями, которые я вам сказала. Следующее очень важное мероприятие – это кашение газона. Газон мы косим с вами, делаем укос до последнего. Последний укос травы идет, скажем так, за 2 недели до наступления устойчивых заморозков. В зиму газон не должен уходить больше 10 см, и желательно ниже бы тоже. Вот подрассчитайте так, то есть по прогнозу смотрите, когда уже ожидаются такие стабильные заморозки. Вы уже знаете, вот, например, я точно знаю, что у нас в средней полосе октября месяц, ну, где-то числа там со 2-го, с 3-го уже начинаются стабильные заморозки. То есть с дня через 2-3 возвращаются заморозки. Поэтому вот где-то чисел 15-х сентября я сделаю последний укос газона, и все. И дам ему постепенно, потихоньку расти. И он у меня будет в зиму уже как раз вот с той высотой, которая мне нужна, ну, плюс-минус 1 см, и уходить в такое в зиму. Теперь, друзья мои, важный момент. В августе месяце, если вы косили газон все время на высоту 5 см, то начиная с конца августа, даже с 20-х чисел августа, можно уже высоту чуть прибавить. Сделать у газонокосилки высоту, например, 6-7 см. И кормление после каждого укоса мы с вами продолжаем. Это очень важно. Золотое правило. Скосили, полили, дали газону впитаться часов 3-4, чтобы он немножко подсох. Это вот очень важно. Потом начинаем кормление. Вы мне сейчас скажете, да нифига мы это не соблюдаем. Мы сразу вот скосили, подкормили, и все хорошо. Ну, можно и так. Если вам так, ну, правильно делать именно вот так. Скосили, полили, дали высохнуть, а потом уже только кормить. Сейчас в августе месяце основной удар мы делаем на фосфорно-калийное удобрение. Азот уже у нас должен быть идти по минимальным. Нам уже не нужен бурный рост травы, чтобы она быстрее менялась, чтобы мы быстрее косили. Нет. В августе месяце мы уже, скажем так, отпускаем газон на тормозах. Поэтому фосфорно-калийное удобрение. И можно уже даже использовать газон, кормление для газона, удобрение с пометкой осеннее. Годится. Вот это будет самое оптимальное решение. Нам нужно сейчас, чтобы газон хорошо нарастил корни. Особенно после аэрации, после вот такой вот скашивания правильно и доступа воздуха, это будет благо для корней. Так плюс еще удобрение фосфорно-калийное, и газон у вас станет зрелым, хорошим. И в зиму идет как надо. Если вы использовали удобрение пролонгированного действия, такие как флоровит, базокот, тогда, друзья мои, ничего не делайте. Тогда вы просто косите газон, и все. Вы уже однократно внесли, они, как правило, там пролонгированы, действия рассчитаны там или на 6, или на 9 месяцев. Вам уже ничего не надо. Там питательные вещества высвобождаются в соответственной температуре. Все. Вы его просто косите, поливаете, и все. И наслаждаетесь зеленым ковром. Важный момент еще. Траву. Вот вы скосили траву. Не оставляйте ее на газоне, особенно вот сейчас, в августе месяце, когда начинают чаще идти дожди, когда начинают холодные росы. И эту траву мы не оставляем, потому что эта трава, оставшая на поверхности газона, это путь к грибковым заболеваниям. А в августе у нас и так вероятность того, что ваш газон может заболеть, в связи с тем, что в прохладной погоде много осадков гораздо выше, чем в начале лета. Теперь для юга информация. Если вы живете на юге, у вас еще очень горячо, и у вас еще долго будет горячо, поэтому, друзья мои, там обязательно учтите, что косить газон ниже 3 сантиметров не рекомендуется в южных регионах, потому что вы просто можете погубить свой газон. Укос травы у вас должен быть идти тоже, как и у нас в средней полосе. 5 сантиметров. Так вот на такой высоте останавливайтесь, и уже ваши, все эти мероприятия, которые я говорю сейчас для средней полосы, у вас ровно отодвигаются на месяц. Спустя через месяц, в конце сентября, вы будете повторять то, что мы сейчас проделаем в августе месяце. Так, важный момент теперь, друзья мои, еще очень важный, это удаление сорняков. Именно в августе месяце они сейчас начинают отсеиваться. Семена у многих сорняков уже созрели, начинают летать, распространяться ветром, птичками, всеми другими насекомыми, птичками. Поэтому удаляем сорняки. В ролике, когда я вам анонсировала газон, я сказала, что я купила себе много гаджетов. Когда я выбирала призы для розыгрыша, зашла на сайт Гардены, и, друзья мои, я просто не удержалась. Я себе вот посмотрите, сколько всего накупила. Я не могла устоять, там такие классные штучки, такие прибамбасы для сада. Вот смотрите, вот корнеудалитель. Как мы его обычно удаляли. Ну, была у меня такая длинная лопатка, вот я сидела, рукой ковыряла, 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 выковыривала что-то. Сейчас я вам покажу, как вот эта штука действует. Я в нее влюбилась. Вот сорняк, друзья мои. Смотрите, один я уже удалила, теперь покажу, как другой еще удалять. Штука классная. Смотрите, сейчас все дамы, которые увидят, скажут, мы тоже такое хотим. Смотрите, как действует. Действует очень просто. Вставим прямо на сорняк, нажимаем. Вот только после полива, чтобы земля была немножко мягкая. Так, вставили, повернули его вокруг оси 180 градусов и вытащили. Все, вот он. Дальше нажимаем вот такой сверху клапан. Сейчас рукой мне неудобно и рукой одной. Все, вот он выпал. Я дальше эту земельку беру, обтрясаю назад. Смотрите, какой корень. Я понимаю, конечно, вы сейчас скажете, мы сейчас руками сделаем. Ну, пожалуйста, если хотите, можно руками. Но вот это очень удобно. И дырочка аккуратная. Я все обратно, земельку назад вернула. Сейчас я на это место подсей газончик. И все. И будет у меня красота. Друзья мои, особенно у кого болит спина. Вот этот точный инструмент должен быть в вашем саду. Удобно. Правда удобно. Так, ну, с сорняками мы немножко механический способ разобрали. Кроме механического есть, конечно, еще опять наши золотые ручки. Их никто никогда не отменял. Прекрасно сражаются с сорняками. Главное, безопасно, эффективно и дешево. Так, ну и следующий способ борьбы с сорняками – это гербициды. Друзья мои, сразу скажу, что гербициды бывают разного, разного назначения. На разные сорняки по-разному действуют. Поэтому читайте, для каких сорняков. Там указано, обязательно указано на маркировке. Есть, конечно, универсальный гербицид Roundup. О, это смирь для газона и вообще для всех растений. Поэтому будьте с ним крайне аккуратны. Кто-то из наших подписчиков мне подсказал классное решение, что любым гербицидом можно пользоваться кисточкой. Хорошее решение. Годится. Но опять безветренную погоду. И дайте сорнякам подрасти. То есть, если они у вас слишком маленькие, и вы обработаете гербицидом, есть вероятность того, что, ну, чем меньше листовая масса, тем больше вы можете растений вокруг, то, что вы будете обрабатывать, попортить. Поэтому, если у вас уже стоит в планах удаление гербицидов, сорняков, вначале точечно проходим, мажем кисточкой, удаляем сорняки. То есть, а уже потом через несколько дней, там через два или через три дня начинаем уже делать укос. Сорняки за это время, конечно, погибнут. И помните, даже если вы гербицидом удаляли точечно, прямо-таки по сорняку, с большой любовью, тем не менее, гербицид попал в почву. Для газона, для корней газона это стрессовая ситуация. После того, как провели обработку гербицидами, обязательно газон пробрызгать. Прямо-таки возьмём нашу любимую умницу и по всему газону пройдёмся эпином. Не в солнце вечером. Вот тогда это будет здорово. Газон у вас вздрогнет. Просто ему будет сразу после вот такой процедуры очень хорошо. То есть, он начнёт... Стрессовая ситуация, скажем, у него так нормализуется. И полив, друзья мои, газон. Поливать лучше газон, конечно, методом дождевания. Вот в ролике, что посеять в августе, какие растения посеять, у меня стоял вот этот дождеватель. Вопросов было много по нему. Все спрашивали, говорится, что за дождеватель, покажи, пожалуйста. Сейчас я остановлю ролик, покажу, а потом снова к вам вернусь. Я скажу газон, поставлю дождеватель, подкормлю свой газон, и вы посмотрите, как он работает в действии. Могу сразу сказать, что штука удобная. Чем удобно? Здесь регулируется, можно сделать узкую вот эту ширину. То есть, он будет дозированно, может веер быть больше. И самое главное, что освобождает так руки. Вот как наша умница. Включил и наслаждаешься вот этой красотой. Фонтан высокий, дождь идёт красиво, особенно на закатных лучах. Зрелище просто потрясающее, если честно. И для души, а для газона тем более. И вот, кстати, к этому дождевателю можно подключать скважину. Потому что вы мне писали, ну газон-то можно хоть из скважины поливать. Нежелательно, конечно, но шланг длинный, тёмный. Пока идёт вода по нему, конечно же, уже согреется, то есть температура будет. И капли, конечно, на воздухе нагреваются. Сейчас это я вам всё покажу. Да, забыл, у меня ещё последний инструмент лежит. Рыхлилка. Это я тоже купила для ремонта газона. Потому что проплешины есть, ну дети играли, им простительно. То есть, чем рыхлить? Газон, когда будете ремонтировать, вначале разрыхляем, разравниваем, уплотняем, а потом уже только подсеиваем и снова засыпаем. Но общая у вас высота не должна выходить. То есть, не надо делать шишек никаких. Это всё должно быть на одной высоте. И обязательно прикатать. Обязательно. Можно как-то и сами придумать. Ну, некоторые умельцы, знаете, что делают? Бутылку пятилитровую засыпают песка, только круглую бутилитровую. И прокатывает. Иногда это тоже годится, как говорится, на безрыбье и рак рыба. И вот это моё приобретение. Это моё самое лучшее приобретение. Я когда увидела, я его просто хотела, сказала, я не отдам. Смотрите, друзья мои, универсальная штука для сада. Может стричь труднодоступные места в газоне. Вот всегда есть. Вот у меня у бассейна. Причём вот, ну неудобно. Всегда вот ножницами руки нет. У меня вот здесь вот уже палец уже болит. Что делать? Вот сюда вставляем ручку. Классно. Сюда управление сразу переходит. Можете без ручки, тогда меняем ножницы и можно стричь кусты. Сейчас покажу ещё, как кусты стричь. Вставляем. И поехали. Красиво вообще. Посмотрите, вот самые все труднодоступные места, ну как бритва у мужчин. Прекрасно. Вот с этими камушками со всеми всё это справляется. Я просто потом беру там, ну щётку или ещё что-то и просто вот какие-то вот эти вот труднодоступные места все просто сметаю. Ну граблями теми же можно. Смотрите, какая прелесть. А по краю газон, это вообще песня. Если есть у вас вот такие места, вот где, например, ну плохо подходит. Во. Прелесть. Вот. Смотрите, какая красота. Вторую насадку поставили и кусты теперь. Смотрите, какая прелесть. Просто прелесть. Мои кустики теперь будут все красивые-красивые. И самое главное, и вот этого парня можно будет постричь. Насадку меняем, переворачиваем. Прелесть. Не то слово. Смотрите. И всё. Красота. Лестница не нужна. Как мало женщинам для счастья нужно. Вот так. Ну, возвращаясь, друзья мои, снова к газону. А то я со своими гаджетами увлеклась. Про газон забыла. Основные проблемы газона. Грибковые заболевания и мхи. Вот это вот две головных боли, которые есть у хороших, на хороших газонах. Грибковые заболевания. Здесь всё просто. Если вы видите место, то есть весь газон у вас целый, хороший, но появились какие-то очаги с проплешинами. То есть вы видите там пожелтение или белый налёт. Это явно грибковые заболевания. Даже не пытайтесь выяснить, что это такое-то или как это. Это всё равно грибковые заболевания. Как оно называется, уже, знаете, честно говоря, особо-то не важно. Способы борьбы с грибковыми заболеваниями фактически такой же, как во всём саду. То есть любые препараты против грибковых заболеваний. Если у вас сад экологически чистый, вы вообще не признаёте никакой химией. Тогда аллерин с гомоиром, снова по две таблетки, на литр воды. И эти места мы хорошо прорабатываем. Пробрызгиваем. И желательно даже ещё раз просто вот уже дружеский совет. Это уже проверено годами и веками. Если есть болезнь, там сразу же появляются какие-то вредители. Поэтому, друзья мои, если у вас на газоне проплешины, проливаем грибковые заболевания. Если проливаем антигрибковыми препаратами, добавляем туда сразу же препараты от болезни и вредителей. Если аллерин с гомоиром, значит добавляем фитоверм. Можно битоксибоцилин положить. И всё это, это место обрабатываем. Сразу скажу, что грибковые заболевания, как бы вы ни хотели, с одного раза вы не пролечите. Три-четыре раза с интервалом, ну скажем так, в 5-7 дней. Если это химические препараты, то есть препараты на основе меди, или же современные препараты хомо, ксихомо, бик-э-бик, пожалуйста, можно бордовской смесью. Мне тоже сегодня только вопрос задавали, можно ли бордовской смесью вот этот белый налёт. Можно, пожалуйста, только однопроцентный. Помните, трёхпроцентный сожжёт ещё больше. Поэтому однопроцентный обрабатываем с интервалом в 14 дней дважды. Бордовскую ни с кем не смешиваем. Одной бордовской обработали через 14 дней вновь. И газон, чем больше у вас проплешина, чем больше он болеет, тогда больше ему после каждого лечения, через 5-7 дней добавляем эпин. Вот тогда ваш газончик быстро восстановится. Ну и потом уже в это место начинаем подсеивать газон. Так, теперь по мхам. Это вопрос, конечно, болезненный, и очень многие мне задавали. И вопрос задавали так, почему, Лариса? Самый главный, вот болезненный вопрос, почему? Откуда он берётся? Первая причина, друзья мои, вот появился мох у вас на газоне, идите сразу за лакмусами, бумажками или за прибором, который меряет кислотность, и проверяйте pH почвы. Потому что если кислотность у вас, если появился мох, можно так сказать, что 80% это кислой почвы. Но если при замере вы увидели, что кислотность почвы у вас нормальная, и даже если у вас, например, щелочная даже почва, а газон всё равно покрылся мхом, то причина совсем уже в другом. То есть здесь уже нужно смотреть состав почвы. Значит, почва у вас слишком плотная, вода уходит плохо, застой воды идёт, отсюда у вас появляется мох. Или же ваш газон находится большую часть времени в тени, там тоже будет появляться мох. Поэтому, друзья мои, если вы померили pH почвы, и увидели, что у вас почва кислая, тогда первое мероприятие, которое вы делаете, это рыхлите. Скажу так, мох можно убрать ручной. То есть вот этой даже рыхлилкой, которую я вам показала, пошкрябали, убрали, но ненадолго. Если ничего не сделать, он снова вновь появится. Поэтому порыхлили, убрали, а место засыпаем или мелом, или же доломитовой мукой. Ну, можно залу, мне спрашивали, можно залу? Можно залу. И лучше бы, конечно, вот это всё присыпать, вместе с песком смешать. То есть доломитку, например, вместе с песочком присыпать, и это будет, скажем так, больше соприкасаться с почвой и лучше прорабатывать. Следующий очень эффективный метод борьбы с мхом – это железный купорос. Что на деревьях мы им лечим, что на почве. Разницы нет никакой. Четырёхпроцентный железный купорос. Пожалуйста, делайте, и тогда уже, друзья мои, вот если небольшая площадь поражения, тогда прям-таки или поливизатор заряжайте, брызгайте прям-таки по мху, или же кисточкой. Можно даже малярной кистью, они большие, такие широкие, вот ей можно проработать по мху. Он буквально через несколько дней весь почернеет. Но сразу скажу, почернел, убрали, через 15 дней ещё раз. Вот очень многие делают эту ошибку. Проработали, а больше не делают. И он снова красиво начинает расти. Поэтому, друзья мои, проработали, через 15 дней ещё раз к нему возвращаемся. И тогда только через 2 недели можно будет приступать к ремонту этого места. Вот то, что место, которое у вас было поражено мхом. Но, если ещё раз скажу, если это место у вас влажное, и если у вас почва там плотная, тогда пути решения немножко другие. Разрыхляем почву, добавляем песок, то есть мульчируем осенью газон. Когда он не растёт, то есть когда уже наступает осень глубокая, начинаем это место засыпать компостом, песком. То есть пытаемся разрыхлить почву. Наша основная задача. Ну и, конечно же, делаем или дренажные какие-то отверстия, или делаем систему отвода, вот это излишнего количества воды. Потому что, если вы не уберёте воду излишнее количество, мох всё равно будет появляться, какие бы мы с вами меры не приняли. Из народных методов неплохо работает, скажем так, хотя я не люблю этот способ, вообще не люблю в почву соду добавлять, но способ рабочий, знаю, что этим способом многие избавлялись, 200 грамм соды на 2 литра воды. Место пробрызгивайте. Это больше, скажем так, для профилактических мероприятий. То есть если у вас был мох, вы там уже знаете, что может появиться, просто можете это место обработать, пробрызгать. Но если вы, вот он у вас уже хорошо разросся, нет, не поможет. Но как профилактическое мероприятие, да, можно его использовать. Друзья мои, я уже не стала дожидаться укоса травы. Включила вам сейчас закатные лучи солнца. Это очень красиво смотрится. Особенно это в жаркий день. Хочется вместо газона туда лечь вот эту струю. Смотрите, какой угол захвата. Ну, метров 7 он точно берёт вот этот веер. И самое главное, капли очень мелкие. То есть настоящий дождь идёт. Поэтому я говорю, что из скважины, в принципе, включать можно. Пока вот эти капли летят с такой высоты, они уже прогреются. И, естественно, когда они попадают на газон, они уже не будут такие холодные. Но всё равно, тем не менее, друзья мои, всё-таки лучше, конечно, поливать уже подогретую немножко воду хотя бы вот, ну, несколько часов. Так, теперь ролик мой подошёл к концу. Я постаралась, ну, все моменты ухватить. Если что-то забыла, вы мне напишите в комментариях, проговорим, расскажем ещё раз. Теперь, где купить, потому что всё равно все спрашивают. Продаются фактически во всех торговых центрах. Это не дефицитные товары. В Леруа Мерлен я видела. Я видела на сайте, в интернет-магазинах. В интернет-магазине 7 семян фактически всё есть. Я посмотрела в наличии. Помните, что у нас там 10% скидка. О ней забывать тоже не стоит. Это, в общем, приятный бонус. Так что, кому что-то нужно, пожалуйста, заходите, покупайте и пишите мне о том, что вы купили и как вам понравилось. Потому что столько приятных отзывов, столько, да, мне пишут, благодарят за умницу. Говорят, у нас вообще в саду началась новая райская жизнь. С чем я вас, мои дамы, сердечно поздравляю. Я думаю, что вы тоже купите, если эту машинку для стрижки, вы мне будете тоже писать то же самое. Потому что, ну, это правда чудо. И ещё, друзья мои, розыгрыш прошёл. Призёры у нас не все появились. Понимаю, что сейчас время отпусков, но, тем не менее, дорогие наши призёры, просмотрите розыгрыш призов. У нас не все собрались. Мы ждём вас ещё, ну, неделю. И всё, ваши призы сами себе заберём. Поэтому объявитесь, пожалуйста. Ждём вас. Всё, и пишите мне на почту. Почта под розыгрышем указана. Ждём от вас сообщения. Всё, я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Садовый Гид.